Всем привет, это FreeStudio21.com И, возвращаясь к теме The Reis, The Ra Хотелось бы показать некоторые нюансы перевода этих предложений Ибо теория теории, конечно, все хорошо это знать Но часто в переводе, особенно с русского языка на английский Не так с английского на русский С английского на русский все достаточно просто А вот в переводе с русского на английский Люди часто теряются Почему так, почему не этак И как вообще этот The Reis, The Ra Этим пользоваться и все такое Я подобрала пару-тройку предложений Как по мне, более-менее годных Сейчас попробуем их перевести Посмотрим, что получится Первое В зале 35 человек Что у меня здесь? Если я вижу подобное предложение Что меня первое должно насторожить? Во-первых, в предложении ничего не происходит В предложениях The Reis и The Ra Никогда ничего не происходит Ничего нет Первое Ничего не происходит Никто ничего не делает Никто никуда не идет Никто ничего не делал до того И так далее, и так далее Не происходит Далее Второе Что меня должно насторожить? Второй пункт Заметьте, что у меня предложение начинается Кто его знает с каких слов? То есть, где главное слово? О чем идет речь вообще? Давайте зададим себе вопрос О чем идет речь? О 35 человеках Правильно же? Вот оно 35 человек Обратите внимание, где оно стоит В конце предложения Следовательно Если у меня такая вот картина Предложение иными словами Это не всегда так Но очень часто Предложение начинается Со второстепенных членов Если оно начинается Со второстепенных членов И у меня ничего не происходит Очень может быть Что у меня сейчас будет The Reis или The Ra Кроме того У меня описание обстановки В зале 35 человек Это же обстановка Обстановка Я зашла, а там 35 человек Чем не обстановка? Поэтому Если у меня обстановка Описание Обстановка И ее описание Описание ситуации Вот так вот еще можно говорить Все-таки люди не могут быть предметом обстановки Описание ситуации Тогда я могу смело Ставить The Reis или The Ra Далее Второй Не знаю уже Не второй Не помню какой вопрос По очереди Я должна уяснить себе Единственное у меня число Или множественное Но это легко 35 человек Ясное дело Что множественное Итак, начинаем Наконец-то переводить Предложение The Ra Множится на число The Ra Дальше Мы помним схему Вернемся к нашей схеме И посмотрим Что у меня должно Где стоять Ага На первом месте У меня The Reis, The Ra Дальше там какие-то Артикли Many, much, some И так далее Дальше прилагательное Которого может не быть Дальше существительное Встоятельство Ага Хорошо Значит Если я сейчас Поставила The Reis, The Ra Дальше мне обязательно Надо будет Поставить Хотя бы артикль Но артикль я не могу Поставить Поскольку у меня Множественное число The Запомните себе Что The Артикль определенный Не ставится После The Ra Не ставится Не ставьте Просто ничего не ставьте Здесь множественное число 35 Так, мне лень писать 35 Буквами Я напишу цифрами 35 People People Или Persons Дело ваше И теперь Мое обстоятельство Время Обстоятельство Места Прошу прощения In The Hall Вот и все Итак Первая позиция Подлежащее Исказуемое Мое The Ra Это первая позиция Дальше у меня Мой главный герой Предложения Дополнение Вкупе С так называемым Определением Вот оно Это вторая позиция И дальше у меня Обстоятельство Места Вот оно Это третья позиция Вот так я переведу Это предложение Едем дальше Следующее Почта Находится возле банка Вообще говоря Когда вы видите Такие слова Как Находится Например Имеет место Быть Расположен Там Лежит Стоит Валяется Еще чего-нибудь Такое В английском языке Таких слов Просто нет Просто нет У них Вот они и выходят Из такого рода Ситуации При помощи Своих оборотов Вот и сейчас Мы тоже выйдем Из этой ситуации При помощи The RIS Итак Второе предложение Почта Находится возле банка Возле банка Это явно Обстоятельство Места И оно будет в конце Находится Я не перевожу А вот это Мой главный герой Предложения Который сейчас У меня станет Обстоятельством Прошу прощения Дополнением Теперь смотрите Что получается The RIS Единственное число Поэтому The RIS Далее A post Office A post Office Вот так Near the bank Near The bank Вот и все Готово Опять же Первая позиция Вторая позиция И третья позиция Вот и все Следующее В ящике Несколько болтов И гаек Опять У меня предложение Начинается С непонятно Каких слов Я ищу Главного героя Предложения О чем идет речь О болтах и гаек Вот это дело Несколько болтов и гаек Это мое потенциальное Дополнение Сейчас будет Перед ним Должно быть The RIS И The RIS А вот это Будет В самом хвосте Поэтому я так И пишу Множественное число Здесь вот лежит То же слово Которое не переводится Итак Это мое обстоятельство Место Это мое потенциальное Дополнение Но здесь оно Подлежащее А в английском Предложении Это будет Дополнение Итак У меня Что у меня Единственное число Смело Пишем There is There is A book A book On The Desk Или On the table Дело ваше Как вам больше нравится Следующее На панели имеются Мониторы кнопки Опять же Имеются Наверное было бы лучше сказать Имеются Мониторы кнопки То же самое Лежит Имеется Валяется И так далее Расположен И так далее Смелый намек на то Что это явно Предложение There is There are Далее Это у меня обстоятельство Место Где На панели Далее Что мне еще интересно Мониторы кнопки Это главный герой предложения С него и начинаем There is There are Будет лучше Мониторы кнопки Все-таки множественное число Или нет Все-таки There is There is Сейчас объясню почему A Monitor Или будет лучше A screen Так логичнее And Screen Что я написала Ерунда какая-то And Я рискну поставить Some Buttons Хотя это было Не обязательно Но это так Для красоты Вы можете Этого не делать On The Panel Что у меня здесь У меня здесь Интересная ситуация С одной стороны Было искушение Поставить Множественное число Ибо В нашем русском Предложении У нас множественное число Но Почему я этого не делаю Первое слово У меня В единственном числе Я же не могу Поставить здесь R А потом поставить E И поставить Единственное число Так нельзя делать Поэтому я ставлю S А дальше ставлю And Buttons Множественное Ничего страшного Все нормально Это нормально Не удивляйтесь Опять же У меня Вот Дополнение Оно такое здоровенное Дальше у меня Обстоятельства Место И вот Мое Вот таким образом Следовательно Еще раз повторим Что у нас Может быть В русском Предложении Такого Что может Натолкнуть На перевод There is Это во-первых Отсутствие действия Отсутствие Какого-либо действия То есть Никто ничего Не делает Действия Далее Второе Второе Это Описание Обстановки Помните Об этом There is There are Это его среда Там где Описание Обстановки Описание Обстановки Или ситуации Какой-нибудь Там В последнее время Наблюдается Снижение цен Ну это тоже Может быть There is Обстановки Ситуации Ситуации Далее Характерные слова Слова Такого Рода Лежит Находится Находится Расположен Имеется То есть Их можно выбросить И предложение От этого Особо не изменится В английском языке Они не переводятся Мы не переводим There is There are Они не переводят Вот эти наши слова Валяется Там Ну валяется Это не литературно Ну как бы то ни было Имеется И Все такое Вот Такое дело Если вы Если ваше предложение Отвечает Вот этим Трем требованиям Ну хотя бы Двум требованиям Это уже такое дело Это Optional Как говорится Если у вас Вот эти два требования Соблюдены Сможете смело Переводить ваше предложение С There is И there are Не забудьте только Найти вашего главного героя Сделать его дополнением И найти обстоятельства Места И Сделать его обстоятельством Места В вашем предложении И тогда у вас Все будет хорошо И будет вам счастье Спасибо за внимание Подписывайтесь на мой канал Субтитры сделал DimaTorzok